Сейчас ты противопоставляешь сладость эмоций и сладость окружения. Окружение станет приятным, только если у тебя есть необходимые навыки и талант. Отношения — это тяжелая работа. Их нужно строить, ими нужно управлять. Там много составляющих. Я только прошу тебя обновить технологию, чтобы ты стал машиной на автозапуске. Мне нужен ответ на такой вопрос. А можем ли мы выжить с любовью при нехватке денег? Или деньги важнее, и с ними мы найдем любовь. В любой момент. Видишь ли, то, что ты сейчас называешь «я» — это тело. Определенное количество эмоций, идей и еще чего-то. Предлагаю остаться в этом измерении. Если вы отправитесь в другое, я там потеряюсь. И еще есть куча эмоций. И жизненная энергия. Без этой энергии все это не могло бы работать. Это четыре измерения. То, что ты называешь любовью, это определенная сладость эмоций. Речь не о том, кто вызвал ее у тебя. Просто из-за кого-то или чего-то ты начал испытывать определенную сладость эмоций, которая была такой ценной, что в тот момент ты готов был даже за это отдать свою почку. Поскольку эта сладость была настолько важна, на хинде ее называют «гурда» как там. Что-то вроде «я отдам свою почку». То же самое, но более убедительно. В этот момент я готов достать свою почку и отдать ее тебе, но не волосы. Волосы трогать нельзя. Так что, по сути, это сладость эмоций. Что означает сладость? Если тело испытывает сладость, мы называем это здоровьем. Чувствуешь себя здоровым, потому что в теле есть определенная сладость. Приятность. Сладость — это приятность. Не так ли? Ты говоришь «она такая сладкая», потому что она приятна для тебя. В твоем переживании она приятна, поэтому ты говоришь «она сладкая». Итак, если ваше тело становится приятным, мы называем это здоровьем. Если оно становится очень приятным, мы называем это удовольствием. Если ум становится приятным, мы называем это умиротворением. Тебе приятно? Ты чувствуешь себя приятно, поэтому говоришь «я умиротворен». Если тебе очень приятно, ты называешь это радостью. Если твои эмоции приятны, ты называешь это любовью. Если они стали очень приятными, мы называем это состраданием. Если это приятно только одному человеку, мы называем это страстью. Если это стало очень приятным, мы называем это состраданием. Если ты чувствуешь абсолютную сладость по отношению к дереву, воздуху, которым дышишь, к людям, ты даже не знаешь, кто они — это не важно, в тебе есть приятность. Так что мы называем это состраданием. Если твоя жизненная энергия становится приятной, мы называем это блаженством. Если она становится очень приятной, мы называем это экстазом. Если твое окружение становится приятным, мы называем это успехом. Сейчас ты противопоставляешь сладость эмоций и сладость окружения. Чтобы создать приятное окружение, тебе нужно содействие многих сил. Ситуация должна содействовать, люди должны содействовать, многие вещи должны встать на свои места, иначе успеха не будет. Приятности окружения не будет, если в этом нет навыка, для этого нужен талант, определенная степень управления и еще множество составляющих. Но сладость тела, ума, эмоций и сладость твоей энергии должна на 100% создаваться тобой, не так ли? Да или нет? Приятности окружения заинтересованы все, все будут играть в этом свою роль. Но когда дело касается остальных четырех измерений, их сладостью должен управлять ты. Если бы ты взял это в свои руки, тогда ты бы всегда поддерживал это очень приятным. Твой ум, эмоции, тело – все это ты бы поддерживал таким образом. Тогда у тебя вообще бы не возникали все эти проблемы. Это одно измерение. Деньги – это средство для облегчения внешней ситуации. Любовь – это средство для создания внутренней приятности. Но я говорю о том, что сладость внутри или сладость окружения требует времени для создания. Нет, нет. Сладость внешнего мира требует времени, энергии, усилий, ресурсов. Нужно работать над отношениями. На это все нужно время. Это совсем другое дело. Именно такое разделение я пытаюсь провести. Любовь – это то, что происходит внутри тебя. Это сладость твоего сердца, отношения. Иногда это тяжелая работа. Когда я говорю о любви, я не говорю о духовной. Нет, нет, я не говорю ни о чем духовном. В этом нет ничего духовного, это эмоции. Сейчас ты улыбаешься. Это духовная улыбка или обычная? Я ничего не смыслил в духовных сферах. В том-то и дело. Тебе не обязательно понимать. Тебе даже не нужно называть это духовным. Все, что я хочу сказать. Если твоему телу приятно, ты чувствуешь себя здоровым и приятным. Если твой ум чувствует себя хорошо, ты ощущаешь покой и радость. Если твои эмоции приятны, ты чувствуешь любовь и сострадание. Так почему ты хочешь называть это духовным, недуховным? Так не бывает. Сейчас ты сидишь здесь, у тебя очень приятные эмоции. Не по отношению к чему-либо или кому-либо. Ты просто сидишь здесь и ощущаешь сладкие эмоции. Случалось с тобой такое. Неважно, есть кто-то или нет, просто так. Если кто-то есть, ты делишься этим. Если никого нет, ты можешь сидеть здесь с очень приятными эмоциями. Отношения — это тяжелая работа. Это успех во внешнем мире. Их нужно строить, ими нужно управлять. Там много составляющих. Другой человек тоже может смотреть на твои внешние обстоятельства. Они не просто смотрят на сладость твоего сердца. Они также смотрят на то, как ты одет, на чем ты ездишь, какой ты, кто ты. Они смотрят на все это. Отношения включают в себя все эти измерения. Нельзя сказать, что они полностью свободны от них. Что ж, когда происходит вся эта история с почкой, возможно, они немного выйдут за эти пределы. Но нельзя сказать, что они полностью свободны от них. Нет. Физические вещи всегда задействованы. Не так ли? Это сладость. Как вы сказали? Сладость сердца? Сладость твоих эмоций. Сладость моих эмоций. Если это произойдет с двумя-тремя людьми, то... Это не может произойти с двумя-тремя людьми. Это может произойти только внутри тебя. Это происходит только внутри тебя. Если это происходит внутри меня... Нет, нет. Три человека стимулируют это. Это могут стимулировать три человека. Я хочу спросить, ты хочешь быть машиной, которая заводится с толчка, или же с автозапуском? С автозапуском? Автозапуск означает, что ты сам должен включать свою сладость. Если хочешь ею делиться, можешь это делать. Если не хочешь ею делиться, не делишься. Но ты должен быть приятным для себя, а не для кого-то. Видишь ли, смысл любви не в ком-то другом — это приятность твоего существования, не так ли? Разве это не важно? Забудь о других людях, о взаимоотношениях, но разве не важно, что когда ты сидишь здесь, ты приятен по своей природе? Никому не нужно приходить толкать тебя и заводить, чтобы ты стал приятным. Если ты говоришь, что нужны три человека, чтобы запустить тебя, чтобы сделать тебя приятным, ты очень плохая машина. Помнишь старые автомобили «Амбассадор»? Их всегда парковали под уклоном, потому что утром нужно было заводить их с толчка. Сейчас у всех автомобилей есть автозапуск, это же улучшение технологии. Я просто прошу тебя усовершенствовать свою технологию, чтобы ты стал машиной с автозапуском. Ты просыпаешься утром, и ты полон радости и любви. Если кто-то придет, ты этим поделишься. Никто не придет, у тебя все равно, все в порядке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова